Во имя чести и достоинства человека. Идея, подразумевающая прежде всего обеспечение спокойной и безопасной жизни каждого человека, его фундаментальных прав и свобод. Для достижения этой высокой цели на местах внедрена новая система работы Махалабай, благодаря которой сходы граждан Махали на основе эффективного диалога с народом в самом центре проводимых преобразований, что находит свое отражение и в деятельности народных приемных президента в Андижанской области. За истекший период нынешнего года поступило от физических и юридических лиц всего 4736 обращений, 85% которых удовлетворены. 814 обращений связаны с судебно-правовыми вопросами, 748 с обеспечением газом, электроэнергией, питьевой водой, теплом, 685 с материальной помощью, 578 выделением кредитов, 540 трудоустройством, 451 жильем и выделением земельных площадей, 329 здравоохранением, а также 591 другими вопросами. Проживающий в сходе граждан Махали Гумба с Андижанского района Одельбек Оламназара ведет свою деятельность, арендуя здание. В целях расширения деятельности планировал построить на территории своего домохозяйства холодильник, для чего необходим кредит. Обращался по этому поводу в банк не раз, но вопрос так и не решался, что и привело его в народную приемную в Андижанском районе, где, рассмотрев его обращение, обеспечили выделение кредита в размере 250 миллионов суммов. Предприниматель, воспользовавшись данными средствами, организовал работу холодильника на 280 тонн. Семья Олимовых из Махали Султонобот не первый год занимается ремесленничеством. Дело спорится, потому решили расширить его. Для приобретения дополнительного оборудования нужны средства. После вмешательства народной приемной семье выделили льготный кредит на 30 миллионов суммов. Они направлены на дальнейшее развитие ремесла, что, в свою очередь, позволит открыть новые рабочие места. Обращение было связано с выделением льготного кредита, который и был предоставлен. Работа налажена. Вместе с тем обеспечили занятость 10 представительниц прекрасной половины Махали. Подобной поддержкой воспользовался и ремесленник Азимджон Холиков из Махали Найманобот. Он значительно расширил свой семейный бизнес по производству столов и стульев, которые пользуются хорошим спросом не только в этом районе, но и в других местностях области, а также регионах республики. Для решения своих проблем обратились в народную приемную. Они были решены. Летом изготавливаем столы и стулья, а зимой мягкую мебель. По словам педагогов 7-й общеобразовательной школы и жителей схода граждан Махали Донг-Шлок, в образовательном учреждении 637 учениками не хватает инвентаря для проведения занятий в спортивном зале. Вопрос был изучен всесторонне и стало ясно, что из-за ограниченности финансовых ресурсов его решение может затянуться надолго. Начали искать самые оптимальные варианты выхода из положения. Посоветовавшись с представителями общественности, нашли спонсоров, которые и помогли приобрести необходимый инвентарь. Отабек Мурадалиев из Махали Туапта, Калтынкульского района, обратился за помощью, связанной с бурением колодца питьевой воды. Вопрос был обсужден с ним и другими жителями непосредственно в самой Махале. После чего он был включен в программу и, не пройдя много времени, возвели объект с водонапурной башней. На месте было изучено и обращение проживающего в сходе граждан Махали Тфок Шохабоса Нуриддинова. В результате чего свое разрешение получил вопрос проведения ремонта дорог на улицах Саховат и Нурлыхайот. Обращались по поводу частых перебоев в подаче электроэнергии жителям Махали Гульбох. В процессе диалога, который состоялся в здании схода граждан, один из жителей, Толебджон Усмонов, посетовал на то, что протянутые еще в 50-е годы прошлого столетия электрические сети устарели, а опоры не отвечают требованиям. Создали рабочую группу из представителей соответствующих организаций, которые полностью изучили вопрос и определили необходимые практические меры по его решениям. В результате в Махале установили один новый трансформатор, завезли железобетонную опору, линию электропередач. В Махале Ходжа с относительно сложными социально-экономическими условиями не было дошкольного образовательного учреждения, что долгие годы создавало определенные трудности для местного населения. Представители народной приемной оказали практическую помощь предпринимателю в создании семейного детского сада. Сейчас здесь воспитываются 83 малыша. Обеспечена занятость 9 сельчан. Обратилась в народную приемную по поводу детского сада, которого у нас не было. Помощник Хакима в нашей Махале помог открыть на дому семейный детский сад. Здесь созданы необходимые условия для организации деятельности на должном уровне. Представители народной приемной поддержали предпринимательскую инициативу, обратившегося к ним Черзотбека Разокова и схода граждан Махали Маслахат. Привели к лицу соответствующих ответственных лиц, выделили свободное здание в Махале, помогли получить льготный банковский кредит, благодаря чему заработало компактное производство по выпуску пластиковых окон и дверей. Тем самым обеспечена занятость четырех молодых людей. Жители схода граждан Махали Джалакудук, Джалакудукского района сталкивались с трудностями, связанными с обеспечением электроэнергии, питьевой водой, состоянием внутренних дорог. После обращения жителей села, многолетние проблемы нашли свое решение. Установили железобетонные опоры, протянули современные кабели, проложили двухкилометровую новую водопроводную линию, провели асфальтирование на основной улице. В нашей Махале Джалакудук девять улиц много лет сталкивались с проблемой обеспечения электроэнергии, питьевой водой, связанной с состоянием дорог. И после обращения в народную приемную они стали решаться. Установили железобетонные опоры линий электропередач, решается вопрос питьевой воды, асфальтируют дороги. Существовали неполадки в электрической сети и в Махале Оргум, Джалакудукского района, где также старые опоры заменили на новые железобетонные. Установили новый трансформатор. Кроме этого, на двух основных улицах Махали притянули трубы питьевой воды, что решило многолетнюю проблему сельчан. Возведение нового здания 36-й общеобразовательной школы в сходе граждан Махали Бузрукхон Тура стало настоящим подарком для учеников, их родителей, педагогов образовательного учреждения. Вопрос строительства данного объекта на 250 ученических мест был включен в государственную программу после обращения в народную приемную. На созидательные работы направили 3 миллиарда 100 миллионов сумм, в результате чего здесь созданы современные условия для организации учебно-воспитательного процесса на должном уровне. В 36-й общеобразовательной школе педагоги проводили занятия с учениками в очень трудных условиях. Теперь ведем свою деятельность в новом здании, чему очень рады. И мы постараемся повысить уровень учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Протянув 721 домохозяйство, водопроводные линии решили многолетнюю проблему в сходе граждан. Граждан Махали Бувайда, где проживает более 5700 человек. На основе обращения граждан при содействии руководителя сектора отремонтировали водонапорную башню, проложили новую сеть и в дома пришла питьевая вода. Башня построена в 70-е годы прошлого столетия и пребывала в плохом состоянии. После обращения в народную приемную ее установили заново, что и решило существовавшую проблему в этом плане. Наргиза Мамая Юсупова из Шахриханского района занимается индивидуальным предпринимательством. Для обеспечения занятости сельской молодежи попросила кредит в банке. Предоставила для этого необходимые документы, но решение вопроса затягивалось. Потому она обратилась в народную приемную президента в районе, где ее проблема нашла свое разрешение. В настоящее время Наргиза Мамая Юсупова посредством приобретения дополнительного оборудования расширяет свою деятельность. Одним словом, на уровне Махали строится работа по изучению и решению имеющихся проблем на местах. Реализация мероприятий, направленных на создание достойных условий жизни, обеспечение занятости и дальнейшее повышение благосостояния населения.